Маленькие звездочки. Фестиваль-конкурс детского творчества стартовал в столице Чувашии. Принять участие могут воспитанники детских садов и их педагоги. Сегодня выступили таланты 78-го детского сада. Белые бантики, платьица и галстучки. Настоящие модники и модницы столичного сада номер 78 представили жюри свою концертную программу. Эти маленькие артисты целых полчаса практически не уходили со сцены. Выступили хорошо, потому что подготавливались долго. И я рад, что мы выступили хорошо. Каждый из ребят, как универсальный артист, читал стихи, пел и танцевал. Мне понравилось. Выступать было здорово, но мы чуть-чуть ошибались. Мне нравится танец-водница из-за того, что там надо крутиться. Юные таланты нисколько не стесняются и раскованно чувствуют себя на сцене. Лилия Никитина даже выступила сольно. Ее песня «Я на мамочку похожей быть хочу» покорила жюри. В 78-й детский садик показывают свою программу вторым по счету. Всего 11 дошкольных учреждений изъявили желание принять участие в фестивале. И это даже больше, чем ожидалось, признается организатор конкурса. Кстати, в этом году фестиваль проходит впервые. Идея пришла очень просто. К нам периодически подходят мамочки. Говорят, что у них ребенок мечтает стать артистом. Хочешь на большую сцену, можно ли он у меня споет песню или станцует. И мы решили, почему бы не сделать прям фестиваль. Настоящий такой конкурс, фестиваль для дошколят. Конкурс творчества будет идти вплоть до 1 июня. А в День защиты детей перед торговым центром Мадагаскар пройдет галоконцерт. На нем самые яркие участники покажут свои номера. И, конечно, определится лучший из лучших. Детский сад-победитель получит кубок фестиваля и шведскую стенку в подарок. А мы, в свою очередь, покажем их выступление в эфире национального телевидения «Чуваши». Кстати, кто не успел отправить заявку на участие, у вас еще есть такая возможность. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.